Доброго дня, уважаемые слушатели школы, все светлые грамоты и гости канала. Сегодня мы с вами поговорим о Саратовской области. Находит состав Приволжского федерального округа. На карте можно посмотреть, где находится Саратовская область. Она на юге граничит с Волгоградской областью, на западе с Воронежской областью, на северо-западе с Тамбовской, на севере с Пензенской, Самарской и Ульяновской областями, на юго-востоке проходят государственные границы России с Казахстаном. Саренбургская областью граничит в одной точке, которая расположена на государственной границе с Казахстаном. Это стык границ Саренбургской, Самарской и Саратовской областей. Саратовская область расположена на юго-востоке Европейской части России, в северной части Нижнего Поволжья. Через область протекает река Волга. О Волге мы уже говорили, когда рассматривали как раз Волгоградскую область. Поэтому, кому интересно о Волге, там получилось интересное видео, то можно посмотреть о Волгограде. И, соответственно, по области протекает река Волга, которая единяет две части области. Это левобережье и есть правобережье. Поэтому, соответственно, интересная такая особенность. Ну, немножечко скажу климат. Климат в области умеренно континентальной. Это продолжительное сухое жаркое лето. А вот в левобережье значительное количество дней с температурой выше 30 градусов по Цельсию. Зима морозная. Среднее количество дней с осадками. Это примерно 12-15 в месяц. С туманами в среднем от 4 до 10 дней в месяц. Весна короткая. Поэтому такая вообще интересная территория. Мы с вами сегодня с ней познакомимся. И начнем мы с вами с рассмотрения этимологии Саратова. То есть, соответственно, центра Саратовской области. Так вот, можно записать разными буквами все светлые грамоты. Для новичков напомню, что мы, соответственно, рассматриваем этимологию слов. То есть, их истинные смыслы. Прикасаемся к истинным смыслам слов с точки зрения все светлые грамоты. То есть, вот этого первотворцового языка, который являлся основой происхождения всех остальных языков. То есть, когда люди утратили возможность, способности в целостности держать единый сектор знаний, то есть, единый язык, тогда и возникли национальности и, соответственно, разные языки. Для того, чтобы каждый язык сохранял определенный сектор единого первотворцового языка. Поэтому сейчас эти знания нам уже как погибающий, да, как последний инструмент, да, вот уже погибающий людской цивилизацией. Но надеюсь, что как раз этот инструмент поможет нам восстановить разумность и уже восходить людям, да, обрести людям опору для восхождения. Вот, поэтому разные формы записи мы сейчас с вами посмотрим. Вот Саратов. Да, то есть, вот это у нас первое слово. Вот слово, то есть, это с людьми дар окрестного видения. Можно вот так писать. Ова, это очень важная часть нашей жизни практически уже в каждом видео говорю. То есть, это то, что, ну, являет нас человеком. Это возможность уже взаимодействовать со всеми божьими мирами, то есть, устанавливать связи. Или можно еще слово записать вот таким образом. Так, и Ова. И вот здесь, да, будет вот так, слово к людьми, Ова. Да, то есть, мы словом, мы как раз устанавливаем связи в коллективном духе разума. То есть, лелея будущее, это потворцовая лель. И получается, мы устанавливаем связи в коллективном духе разума. И формируем этот единый коллективный дух разум. То есть, когда люди лелеют будущее, то они, получается, да, это и есть слово. То есть, когда люди лелеют будущее, они этим и объединяются друг с другом. Всем своим самым лучшим. Поэтому слово это, на самом деле, великая такая сила, сила единочества, единства людей. Но единство всем своим самым лучшим, своими наработками, своими результатами, достижениями. Вот, и поэтому здесь мы видим еще Ар. Ар это сотники-неворожденцы. То есть, получается, словом, да, вот, лелея, азы. Да, и вот это Ара тоже интересно. Ра это солнечность. То есть, человек становится солнцем. Мы уже говорили о том, что вот как раз Ова позволяет подсветить, да, так как фонариком, всякие, да, как так называемые в современности теневые части нашей души, нашей биоструктуры. То есть, когда человек становится солнцем, этих теневых частей их уже просто нет. Да, у человека их выжигает, он их подсвечивает. Поэтому и букова это солнечности, рай, да, то есть это вышележащая ступень, то, к чему мы стремимся, солнце, где там все выжигается нездравое. Да, поэтому мы знаем, что вот есть букова МО, МО, звезда, сжигающая зло, да. А как она сжигает, да, потому что вот формируется такая биомембрана, вот. И здесь вот, да, то есть подсвечивается, да, вот такое образумливание вот этого внутреннего пространства. То есть здесь зилу к чему-то темному и просто куда-либо не деться. Оно выжигается, оно подсвечивается. Поэтому, когда человек становится солнцем, то есть мозг головы, вегетативный мозг окрестец, то есть когда эти части задействованы, да, они во единочестве работают, и у человека не остается вот этих теневых сторон, да, то есть получается разумность уже полностью задействована на себя. А сейчас у нас на себя задействована, ну, уже меньше 3%. Поэтому, смотрите, какая еще, какой путь нужно пройти, чтобы остаться солнцем человеку. Вот избавиться от этих вот теневых сторон, которые, в общем-то, и мешают жить человеку, и где-то помогают, где-то мешают, но человек должен полностью поступать уже осознанно. Вот, поэтому здесь, да, то есть и получается рат, ратный, да, вот рать, вот. Вот, и, соответственно, это на тверде, то есть это уже на ново-тверде, то есть солнцем стать на тверде для того, чтобы нарабатывать вот это дар окрестного видения, защищенное уже дар окрестного видения, потому что здесь вот эта кола, видите, она уже стала ер, то есть она уже здесь уже сформировала вот эту глаголевость из будущего, то есть глаголевость, она защищает, да, вот это вот будущее светозарно от сползания чего-то неправомерного. То есть человек уже может воспринимать знания из будущего, светозарного будущего, потому что будущее, да, здесь именно вот эта система, вот мы ук видим, да, и люди, то есть это дает возможность вот этой системы, да, ер, взойти человеку в будущее, да, знаниями из вот светозарного будущего, то есть знания, они как раз и тоже выжигают нездраво, потому что когда возникает страх, какой-то ужас, умнание там, где отсутствует знание, поэтому знание – это величайшая сила, да, и вот здесь мы видим слово, но это небесное знание, вот люди – это небесное знание, то есть небес каждого человека воспринимают как знание, вот сколько человек знаний наработал, что он из себя представляет, поэтому то, что нам сейчас пытаются вгрызть о том, что знания не нужны, это не так, что можно все из среды воспринимать, можно, но при этом, когда есть база, ну как я из среды могу воспринять, если я, например, не знаю основ химии, как я могу какую-то оттуда информацию взять, то есть для того, чтобы воспринимать знания, нужна база, то есть условно школьное образование, да, которое именно вот уже всестороннее по всем наукам, то есть есть когда база, можно воспринимать, да, и дальше уже наращивать, если это база – нет, ну как можно воспринимать знания? Ну как? Ну то есть это будет, если даже это просто будет считывание, но оно и будет неосознанно, То есть человеком оно не будет понято. А мы говорим об осознанности. То есть абсолютно, когда человек действует осознанно. Да, и когда у него есть база, у него есть определенный опыт, знания, и он тогда еще больше может получать информацию из внешней среды. То есть по заслугам его сдается. Поэтому и вот здесь, соответственно, вот это потенциалику, вот эта буква АС, еще АЗЫ. То есть это и восхождение на новую ступень. И мы начинаем освоение ступени с АЗОВ. Вообще любое дело мы с АЗОВ, с изучением АЗОВ. И вот изучая АЗЫ, человек уже нарабатывает, становится Солнцем. То есть новое Солнце. Поэтому это территория, которая лелеет, может быть, она создает вот эти новые солнышки, Сара. Через действие на твердить, то есть через построение нового твердить для того, чтобы уже дальше сформировать вот этот защищающий будущее, Ракрестновидение, который видит будущее, умеет с ним взаимодействовать с этим будущим. Поэтому вот так это есть, вот эта расшифровочка. Дальше мы вот эту посмотрим. АР. Вот это уже сотники неворожденцы. То есть АР можно так записать. И вот обратите внимание, АР, то есть лелея сотников, то есть лелея, а сотниками как становится? Сотворяя коллективный дух разума. То есть вот эту систему сотворения называется буква ЯТЬ. То есть ЯТЕЮ, ЯСОЗДАЮ, АЯТА коллективный дух разума. То есть это создание коллективного духа разума. Лелея будущее, люди создают коллективный дух разум. Они его формируют, и ЯТЕ, ЯТЬ, ведь это же еще и ЯТЕ, это же молитвенные дома. То есть это определенное состояние вот такого творчества. Уже вот соединение с божественными системами человек становится творцом. И тогда он является активным созидателем, активным участником вот в коллективном духе разума. А через что эта система действует? Через АД. Вот видите, есть система ТА, то есть это страж ПВКС, который единяет с собой разные ступени ТА. То есть здесь мы видим систему АД. То есть это то, как мы осваиваем ТВЕД. Видите, это как кораблик. Вот это наша высшая, ну это не святость, да, это можно сказать высшая чувственность. Вот, вот эта зона ОВА. И вот, соответственно, вот эта ОВА, да, уже ведет человека. То есть обратите внимание, чем больше человек создается для коллективного духа разума, тем он больше и отдачи получает. Да, вот тем плодотворнее эта связь человека и коллективного духа разума. Потому что коллективный дух разума, он заинтересован в творцах, в активных деятелях. Вот, и, соответственно, потому что эти активные деятельности, деятели его и формируют. Вот, и вот здесь, да, через, это как кораблик такой, да, это мащется с парусами. Поэтому, соответственно, чем у человека более разве ОВА, да, вот это парус, условно, который его поднимает наверх, ведет к восхождению на следующую степень. То есть он уже взаимодействует с системой ТА. Да, то есть он уже это строит на этой ступени, как кораблик. А если, мол, человек бы только камни бы, да, раскидывал, да, то есть это бы утяжеляло и туда бы вот как бы проваливало, да, или прожигало бы здесь. Поэтому человек, да, тем больше он нарабатывает, тем больше он делает хорошего, доброго, тем его парусник, да, вот он туда скользит уже к высшей ступени, да, уже к ТА, он уже взаимодействует с ТА. А если человек вот эту систему, он ее проваливает, неграмотно действует, то он не пройдет на следующую ступень, его не допустит, а может быть еще и отправит на нижележащую. Поэтому вот эта система грамотного восхождения уже на новой тверди, для того, чтобы вот снова, да, наработать дар окрестного видения защищающий. То есть он же и ведет, да, он через него действует, и для него же, для того, чтобы его создать и уже еще наработать более новые качества, которые будут достаточно для того, чтобы пройти этого стража и зайти на следующую ступень. Поэтому ТА эту систему еще и притягивает, подсказывает, да, и вот чем эти паруса более широкие, да, тем человек больше воспринимает информацию, тем быстрее, да, он и будет действовать, и всегда ветер ему будет, конечно, попутный. А если человек, ну, мерзит, то, соответственно, да, дырявые паруса постепенно, да, издырявливаются, то тогда, да, то есть когда человек спредоевал бы, мол, свою разумность, то это бы все разрушалось бы, мол, и все это вот такая вот непонятно куда понесет, ну и как щепка, да, вот и все, и куда поедет туда, очень хочется, да, более грубые какие-то выражения. Поэтому, то есть человек уже безвольный, вот это, ну, лишается вообще уже человечности. Поэтому все в руках человека, и вот эта территория нам об этом напоминает. И она помогает действующие силы как раз, помогает становиться людям солнышками, то есть выжигать себе нездравое. Если вот эту систему посмотрим, вот посмотрите, вот здесь вот это очень интересно, получается у нас уже коловраченье, то есть условно, да, вот мы строим правую спираль, а мы знаем, что и свет движется по спирали, наш фактор ДНК, это спираль, грамотно-фактор говорить. Вот, и вот здесь у нас это условно система Ясь, да, тут будет наследующая уже система Ра. Также вот и Ад, и Та, да, вот такие буквы. То есть получается и это целая эра, да, вот если мы прочитаем эра, вот поэтому, то есть соответственно, это определенный цикл, и уже, то есть вот это слово указывающее приста Божия, это уже восходящая система, то есть человек уже становится единяющей силой неба и тверди, то есть он уже не просто лелеет в будущем, он уже единяет это уже мощный Созидатель, он уже воспринимает азы со следующей ступени, вот если азы мы посмотрим, да, вот сверху это и будет Яры, а тут как раз и слово указывающее приста Божьего. И этим, да, он уже создает эры, да, строит эры, то есть вот эти циклы построения, вращения, да, и он уже через сотворение коллективного духа-разума становится Солнцем. Для того, чтобы дальше уже своим мышлением мыслить, да, если с черта, да, то есть уже с поддержкой небес, с усилением небес, вот, то для того, чтобы он своим мышлением, он уже ведает, защищенно ведает, а здесь еще система ВО, то есть он своим мышлением уже воспринимает огромные объемы информации, да, и взаимодействует этим самым, то есть он уже осмысленно защищает будущее. Представляете, какая это территория, какой это город, который строит будущее, который строит будущее именно всеми лучшими наработками человека, человек именно вот пробуждает здесь творцовые качества человека, солнечные качества, то есть пробуждает все лучшее, что есть в человеке. Конечно, рядом Волга, Волга, это жара, у нее жара, ее имя Ра, просто потом волгарями назвали, когда пришли волгари и уже назвали, а так это имя, это середина река мира, это Ра, и поэтому, конечно, действует через Ра, да, здесь нарабатывает Ра, солнечности, взаимодействует человек с Волгой, потом Волгу, конечно, нужно беречь, это великая честь, что мы, что Волга на нашей территории находится, на территории Святой Руси, как и Святая Русь, это последняя надежда на право землян носить разум, да, последний оплот право землян носить разум, то есть больше нет территории, на которой есть надежда на восстановление разумности, поэтому и все светлые грамоты открыты именно на территории Святой Руси. Дальше, очень интересная река, вот, река Терешка, прям, название настолько приятное, вот, и мы видим даже река здесь, да, вот этот корень, видим. Так, да, тебе Решка, все по-другому, да, Те, тебе Решка, то есть Ре, это восстановление, это может быть, новая организация защиты душевности, то есть Решка, да, то есть, когда идет организация защиты душевности, вот, вот мы видим К. Решка, Тер, это еще, корневая основа, это и территория, да, Тер, это и материя, и вот Ер, да, вот у нас тоже здесь защита Ер, мы можем вот так, Тер, да, то есть, это на то вот вере организация защиты, вот, сотворение коллективного духа разума, для того, чтобы тоже защиту оборганизовать, поэтому здесь такая-то мощная защищающая река, защищающая душевные качества, помогающие на работе душевности, душевность, соответственно, отвечает за работу энергоцентров, а душе видео есть, кому интересно, можно посмотреть, поэтому душа, конечно, посредством души, духовно-душевной составляющей, соответственно, тоже осуществляется и, да, вот это дар окрестного виденья, вот, поэтому на ответ, тверде, да, происходит, мы лелеем своей разумностью будущее, разумность человека обращена в будущее, чтобы своей вот уже этой разумностью, мозговитостью, сотворять коллективный дух разум, для защиты ангела-сеителя, приходящего из будущего, ангела-сеителя из будущего, для того, чтобы зайти на новую ступень, или, конечно, интересно, более сегмированную запись посмотреть, то есть, это территория сотворения коллективного духа разума, защищающая душевность, то есть, это территория защиты душевной, территория, на которой сотворяется коллективный дух разум и он защищает душевность человека, соответственно такая вот интересная река конечно тут прошла еще можно думаю что же следующих видео поэтому такая интересная река тиришка вот дальше река а лай конечно очень интересная потому что здесь мы видим и all да вот коллективный дух разум идущие в будущее и ла это соответственно тоже вот коллективный дух разум лама можем еще кстати посмотрим по моему в этом видео да то есть лам можно вот таким образом записать пила можно записать вот таким образом то жила посмотрим в чем разница но это уже полу в следующем в следующем на следующем клади посмотрим да и видим алла здесь и ой вот поэтому то есть конечно новый людским вот такое вот до новое построение новые реки времен как которую приходит кратко то есть в которую уже в эту реку времен идет на воплощение ангельское начало либо это указущее перст божий вот так мы можем ал-ай то есть алла это коллективный дух разума идущие будущее он своей разумностью объединяет пейтов прошлого вот то что мы сейчас я говорила все формируем своим даром окрестного видения коллективный дух разум здесь вот этот уже коллективный дух разум направлен в будущее для того чтобы уже воспринимать вот это а и да вот это высшая чувственность человека вот то что мы говорили от вот она а и вот и уже тоже воспринимать вот эту кратку то есть это же называется и вышесемейственная чувственность когда уже вся семья она чувствует приход этого ангельского начала уже семья как един она в едином высшим чувственном порыве в таком и это вот соответственно помогает вот это состояние обрести коллективный дух разум и он же на самом деле формирует так грамотные здравые семьи потому что ну это как его составляющие части да он это видит чувствует каждого потому что мы все вместе его формируем сейчас он конечно тоже подраненный вот эта система алла на самом деле очень великая для того чтобы в реку времен до пришла кратко вот то есть это коллективный дух разум из прошлого и коллективный дух разум из будущего до воединочатый здесь формирование по творцовой деть то есть еще раз нам это символ напоминает о том что восхождение возможно лишь возрастанием мир насти да то есть когда человек идет в многомерии дал когда он восходит ведь гора давить восхождение к многомерности об этом наговоряда буква то а то а у ведь это на казахском языке это гора то есть господне арбат news когда человек восходит он идет к многомерие то есть более многомерное пространство и вот здесь да вот эта система и говорит она формирует вот этот вот этот концентрат вот эту потенциалику для будущего воплощения дитя для того чтобы она воплотилась на этой территории в этой реке времен то есть на самом деле эта территория вот эта река еще и способствует приходу очень талантливых гениальных деток для воплощения поэтому это наверное в этой области вот много гениев каких-то известных личностей но талантливых будем говорить те которые ведут к возвышению сейчас к сожалению тот кто популярен это не обязательно талантливый способен восхождение будем так вот дальше мы поговорим еще об одной реке вот эта река очень красиво очень живописная вот и поэтому чары а вот они чары чародеи то есть чародеи так те кто действует на разных повыкаешь то есть они единяя да еще чары в чаровое под и есть такое чара вот от аз да вот мы восходим как раз крайской ступень дать я вот так ай ара ай получил даже понятно вот эти символы масса мы рассмотрели вот она букова где-то вот и чарами 10 вот в этих зонах чародеи они вот единяя с тобой ступени чара то есть это умение уже действовать это уже охватывать несколько ступеней вообще человек обязан это делать но здесь это это свойство это чародеи до чара медеющие то есть они единяющие повыка и сведения счет эти ступени восхождения людей поэтому и что такое чара да то есть это вот человек он защищенный вот он уже до его уже поддерживать небесное апостольство то есть он уже там вот наработала это состояние да пусть он это защита сотничество защита сотворение коллективного духа разума то есть это человек воин он активно защищает он активно строит коллективный дух разум через да или тот дым еще интересно мы дали мы из будущего ли дым да вот то есть он через свою душу душу и тело да то есть через свечу жизни на пути родовой памяти для того чтобы уже соответственно своим мышлением воспринимать указующий перст божий для того чтобы уже указующий перст божий как бы направлял мышление да у него наполнял мышление как как пища для ума поэтому мышление да соответственно это такой инструмент человека да вот это как котел такой да и поэтому что в топку попадает он и будет мыслить поэтому человек сам выбирает что ему о чем ему думать о чем ему мыслить и вот здесь да это река да то есть это дым когда душа через 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 вот указывающий приз божий божий она мыслит поэтому дыма без огня не бывает огонь есть искра огонь пламя до эту человек уже огонь все это жизнестрой господин то есть человек уже все он горит а потом говорим горит поэтому вот интересно поэтому дыма без огня поэтому за чеки есть огонь и он своей душой так вот в теле то через восприятие указывающего приста божьего он мыслит чарами воспринимая душой указующий перед божьим мышление представляете какая то интересная река вот или вот так чар можно записать то есть это же ча 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 то есть это уже полностью защищенный человек это уже уже да и солнечное сплетение защищено то есть самые такие важные энергоцентры здесь защищены и вот и человек действует свою мозговитость мозговый вегетативный мозг душу тела он воспринимал указывающий перед божий он мыслит по этой цели вот какая это река до действует чарами то есть она единяет ступени она вот да вот такой единяющий сила является понятно связано с волкой для того чтобы уже возвысить мышление для того чтобы вот на работаем да вот сара мы же говорили о к о душевности для того что вот эту душевностью до соответственно воспринимаю от азы свыше лежащей ступени вот эти азы если мы с посмотрим дату здесь они вот киры и нам тут указывающий перст божий да вот аз и здесь веры а вот поэтому такая интересная эта система чарты и еще мы одну реку посмотрим на самом деле тоже очень интересная то есть это река казанла это правый приток реки терешки вот протекает в волжском правобережье вот тоже интересно до левобережье правобережье то есть левая то есть будущем право этой связи с право эта связь с прошлым поэтому соответственно вот тоже такая интересная да такой подход очень вот но сейчас мы соответственно поговорим что мы с вами видим да здесь казань казан 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 людского нового восхода да то есть казан да то что содержит касс доказать то есть казать грациозно да она тащи грациозно аз азы уже они говорили сегодня да поэтому такие разные формы записи вот она ла так можно записать и так мы с вами сейчас поговорим в чем разница и в чем схожесть вот поэтому англосеятель из будущего то есть человек уже приходит с опорой на знание прошлого для того чтобы вот реализую свою потенциалику стать доединяющей силой то есть это земля это символ нашей планеты земля и здесь вот единение прошлой творцовости настоящий для того чтобы сформировать будущую творцовость до которая тоже будет реализует свой потенциалик уединять людей небо людей земли для того чтобы людское взошло на новую ступень то есть еще раз человек восходит взаимодействие с другими системами сам по себе человек восходить не может он может восходить только когда он осуществляет действия в коллективном духе разу по другому не может не может сам по себе где-то что-то 10 он является частью единого коллективного духа разума но при этом у него свои задачи у него своя биоструктура вот как в человеке да вот человек он един да но у него есть разные органы печень свои задачи выполняет желудок свои и так далее поэтому и здесь вот если такую форму записи мы посмотрим англосеятель из будущей из будущей через азы через реализацию азов через реализацию свои потенциалики он обретает грациозность то есть те знания которые он обрел позволяют зайти коллективному духу разума видите он его его знание знание чека поддерживают восхождение коллективного духа разума то есть вот человек воплощается вот англосеятель из будущего человек воплощается с опоры на знание прошлого и дальше он реализует свою потенциальку решая свои биокодировочные задачи он нарабатывает здание которыми он возвышает и ведет к восхождению коллективный дух разум и коллективный дух разум подпитывать здание чеку на моего дает то есть еще раз для этого база должна быть для этого для чего знания давать человеку для того чтобы он их реализовал для того чтобы он этими знаниями возвышенными более совершенными строил тверь то есть создавала ее более совершенную чем она есть и это и есть восхождение и вот так если каждый человек будет создавать что-то более совершенно чем он видит ведь это и приведет к восхождению нашей всей планеты и каждого из нас и для этого человек приходит для того чтобы вот с людьми организовать дар окрестного виденья для того чтобы люди нарабатывали обрели дар окрестного видения а вот здесь для того чтобы да вот эта система а вот здесь для того чтобы люди для того чтобы призвать а уже коллективный дух разум из будущего то есть уже воспринимать до работать уже с будущим то есть тройте ему будущее здесь все-таки работа в настоящем идет а здесь именно в будущем то есть здесь именно уже из будущего то здесь скажем направлено на качественное, да, вот формирование коллективного духа разума. А здесь именно из будущего. То есть, обратите внимание, тоже какая связь с Алла, да, вот этих двух систем. А здесь уже душевностью происходит биогенизация. То есть, когда человек в своей душевности может собирать примитивные энергии неба и земли, да, их совершенствовать. Вот оно принцип восхождения биогенизации. И так молния работает. Она выжигает нездравое. Биогенизирует пространство. Для того, чтобы грациозность, увеличием призвать коллективный дух разума с будущего. О чем это говорит? О том, что, значит, уже люди создают что-то действительно достойного будущего. То есть, они уже строят коллективный дух разум в будущем. Здесь они нарабатывают, так скажем, качество, а здесь они уже воспринимают, что нужно наработать в будущем. И это вот все тоже Алла. Но график уже отличается. Да, и вот здесь уже, скажем, по-творцову это тоже будущее, да, с восхождения. Здесь немножечко, да, вот такой интересный момент на самом деле. Потому что вот относительно, да, вот это у нас будущее. Но если мы смотрим, да, более высшую ступень, да, вот скажем, по-творцовую, да, вот, более высокую небеса, но это тоже будущее, это только человек стремится. Потому что дело в том, что есть в-это в-это, да, вот не так вот все по линиям, да, а вот в-это в-это в-это, и вот это есть будущее. Оно и, видите, тогда вот это уже объединяет вот эти две системы, именно это будущее. То есть это и с той стороны, и с высока, ну, скажем, совершенно, да, идет с высоты, то есть по-творцу. Да, жить, такое, что-то среднее, да, вот это в этом. Ну, это уже, наверное, для тех, кто уже давно знает, вот поэтому такое тоже интересное, интересная река. На этом мы сегодня с вами закончим прикосновение к осмотрению Саратовской области. Очень интересная территория. Вот, конечно, мы там чуть-чуть только прикоснулись, да, уже поняли ее величие, поэтому Саратовской области большой-большой привет. Спасибо всем слушателям за ваше внимание, за ваше участие. Вот, всего вам доброго, до новых встреч, пока-пока.